2 апреля в Московском театре «Стады» отметили День единения народов России и Белоруссии. На праздничный концерт приехали гости из обоих государств. Представления посетили члены Постоянного комитета, Совета министров и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Знаете, когда праздник, 2 апреля, даже очень сложные слова говорить-то сложно. Дружба – это всегда счастье видеть друг друга, радоваться вместе друг с другом, помогать друг другу. И в праздничные дни особенно приятно об этом говорить. Конечно, мы знаем, что есть программы совместные, есть грандиозные проекты, которые реализуются, и в которых принимают очень многие участие граждане, предприятия, институты, лаборатории, а еще просто дети, просто студенты, просто школьники, просто люди, и мы этим счастливы. Конечно же, мы не будем стоять на месте. Конечно, работа ведется с тем, чтобы быть впереди всех интеграционных, процессов. Я думаю, что в этом году, с учетом тех задач, которые поставил Высший Государственный Совет перед Советом Министров Союзного Сударства, перед Министерством, перед Постоянным Комитетом, мы еще услышим дополнительно тех решениях, которые действительно позволят нам и дальше двигать вот этот локомотив интеграционных процессов на пространстве СНГ. Торжества начались с соглашения праздничных приветствий, которые по случаю знаменательной даты направили главы Белоруссии и России. По словам белорусского президента, у наших стран есть безусловное понимание необходимости дальнейшего развития союзного строительства. Глава российского государства выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-белорусских связей в интересах народов двух стран. В ходе общения с прессой вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Гуминский подчеркнул, что после развала Советского Союза только два государства смогли найти формулу совместного движения вперед. Если мы родня, то мы должны быть вместе. И даже взять у нас корень общий – белорус, рус, русский, рус. Поэтому все это не случайно. Да, конечно, на пути нашего Союза было много хорошего и есть, и спланировано много добрых дел. Ну, например, для Беларуси что значит строительство белорусской атомной электростанции, инвестиции, в которую более 10 миллиардов рублей – это российские. Или, допустим, те же 6,5 миллиардов инвестиций за прошлый год капиталовложений в нашу экономику, в том числе 5,1 миллиарда – это прямых инвестиций. Или те же 2,3 миллиарда инвестиций, я имею в виду долларов, белорусских в российскую экономику. Мы небольшое государство, но все равно работаем вместе. В свою очередь, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников акцентировал внимание прессы на том, что белорусско-российская дружба успешно прошла проверку временем, в чем значительная заслуга принадлежит лидерам Беларуси и России. К сожалению, в этом году наша дружба проверяется очень суровыми, я бы сказал, трагическими событиями международного характера. И мы можем с удовлетворением сказать, что наша дружба, она эту проверку прошла и прошла очень успешно. Конечно, в этом большая заслуга президентов, правительств, парламентов Беларуси и России. Но главное, пожалуй, что я бы хотел отметить, главный ключевой фактор, который играет в этом важнейшую роль, это мировоззрение наших народов, мировоззрение белорусов и россиян, которые одинаково оценивают нашу историю, одинаково воспринимают исторические уроки и которые одинаково воспринимают жизненные ценности. Праздничный концерт открыло выступление Духового оркестра Минобороны России. Музыканты исполнили марш из фильма «Белорусский вокзал». Артисты из балета Аллы Духовой «Тодес» показали хореографический номер под названием «Встреча». Белорусский вокзал – место расставаний и встреч. Он стал центральным образом праздничного концерта. В начале войны отсюда провожали на фронт, а в конце войны с ликованием встречали победителей. Главным режиссером праздничного концерта выступил заслуженный деятель искусств России Михаил Высоцкий. А вели концерт Евгения Коваленко и Илона Броневицкая. Белоруссии знают меня, я думаю, все, и артисты, и не только. И я их обожаю, люблю, это у меня как бы вот место, куда я, ну как домой, приезжаю совершенно домой, там меня встречают, уже знают, и как бы вот вторая родина. Мы славяне, мы соседи. Советский союз сделал так, что все наши семьи, они сплетены. У меня дедушка белорус, бабушка латышка, мама приехала из Польши учиться, родилась во Франции. Муж у меня литовец, сын у меня Стас Пьеха русский. Вот, поэтому, понимаете, Советский союз сплел вот эти дороги, судьбы. И я думаю, в этом есть очень такой большой смысл, потому что чем больше в нас чего-то, тем богаче мы. Разные культуры, разные традиции. Там бабушка мне пела украинские песни, потому что она еще и жила на Украине. Там мы готовили какие-то латышские блюда, дедушка говорил трапкой по бруху. Вот, и в общем, я не знаю, я думаю, что вот это и есть счастье, когда мы живем, вместе дружим, поем друг другу песни, рассказываем друг другу свои сказки. И дай бог бы было всегда так. Лучшие голоса двух государств. Национальный академический народный хор Республики Беларусь и Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого представили публике несколько первоклассных песенных номеров. На прощанье сказали герои о желаниях хороших местей. И по старой Словенской дороге Повстречали без ланды в гостей. Сегодняшний праздник – это очень хороший повод в очередной раз задуматься о том, что один в поле не воин, что соборность, она всегда спасала все славянские народы. И очень важно – дружба, и это настроение, это лишний повод к общению, это какая-то радость. Мы пока только за кулисами, а уже почему-то радостно, потому что мы вместе. С праздником поздравила собравшихся народная артистка СССР Вера Васильева. Знаменитая актриса, которой в этом году исполняется 90 лет, рассказала собравшимся о своем фронтовом прошлом. Первое, что в моем воспоминании – это начало войны. Так как Белоруссия, именно она приняла самый коварный удар, то мы очень сочувствовали и переживали, и понимали, что вот все, вот эта масса жестокости сначала приняли они, а потом уже мы. И вот это единение в горе, вернее, это даже не горе, а вот борьба за справедливость, за свою родину, она нас объединила в те времена и, в общем, не разъединяла, потому что все-таки наши общие интересы, наша общая культура, наше понимание нравственности, справедливости – это очень все близко. После речи Веры Васильевой перед гостями выступил победитель музыкального проекта «Голос» Сергей Волчков. Талантливый артист из Беларуси исполнил песни «Запах дома» и «Майский вальс». Я родился в Беларуси, я пою в Российской Федерации, и это единение, это братство меня радует. И на своих сольных концертах в России, уже по всей стране езжу с сольными концертами, я всегда пою «Мой родный кут», и после каждого концерта найдется какой-то родной человечек из Беларуси, который подойдет, со слезами на глазах обнимет, как родного человека. И здесь на сегодняшний день собрались Беларусь и Россия, и это чувствуется единение. Это меня очень радует, и у меня гордость, что я, когда езжу домой в Беларуси, к своим родителям, у нас нету никаких границ, никаких постов, у нас есть настоящее доверие, и у нас есть единая великая страна. Российская певица Ольга Кормухина исполнила для зрителей глубокую и трогательную композицию молитва на стихи и музыку Анатолия Даровских. Боль солдатской матери и ее бесконечная любовь – лучший гимн миру на земле. Ах, мой малыш, среди улиц, домов и крыш, Непрекая на чудиша, заплутала моя душа. Ах, неспроста, так упрямо твердят уста, Все пройдет и весенний порой, Ты вернешься, мой сын, мой герой. Помимо классики, были на концерте и совершенно новые номера. Белорусский певец Узари и скрипачка Маймуна исполнили песню «Тайм», которая была написана специально для выступления на Евровидении 2015. Как часто вы бываете в России? Ну, сейчас не очень часто, но с удовольствием приняли приглашение на этот концерт. Для нас это очень интересно было, да. И надеемся снова увидеться. Ну, ты же родилась в Санкт-Петербурге? Да, да, я родилась в Санкт-Петербурге. Моя муна родилась в Санкт-Петербурге, я учился в Санкт-Петербурге, в институте культуре и искусстве. Какое же ваше любимое место в России тогда? Какой город? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Я ожидала это услышать. Что вы можете пожелать нашим телезрителям в этот день? А вы не из Санкт-Петербурга? Нет? Да. Мы желаем счастья, всем удачи, берегите своих близких и душевной гармонии. И почитайте своих дедов, своих бабушек, ведь то, что они делают для нас, мы должны сделать для своих внуков. И несите память эту через всю свою жизнь. И только память может позволить сделать будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова